Теперь мы будем создавать зарамочное оформление на эти три карты, которые мы создали. На масштаб 1 десятитысячная, 1 двадцатипятитысячная и 1 пятидеститысячная. Для этого открываем файл, открыть, ищем ту папочку, в которой сохранялись эти мэп-рамки. Открываю свою десятитысячную карту с мэп, ищем десятитысячную К-42-132-А-Б-4, вот она, файл, с расширением SXF. Открываю эту карту, указываю классификатор, с которым она создавалась, план 2000, открыть. Открываю. Вот у нас открылась рамка десятитысячного масштаба. Это мы видим на верхней панели номенклатуру. К-42-132-А-Б-4-М. Теперь мы на эту рамку построим зарамочное оформление. Выходим. Сейчас мы выходим в запуск приложений. Ищем функцию, где мы сможем выполнить зарамочное оформление. Вот. Зарамочное оформление. Активировала. Нажимаю выполнить. Все. Здесь ничего не меняя, ничего не изменяя. Нажимаю выполнить. Уже существует. Да, заменить. Все. Это протокол обработки появился. Я его тоже закрываю. Все. Вот мы выполнили зарамочное оформление на десятитысячную трапецию. Что мы делаем? Мы теперь закрываем. Видите, у нас рамка за рамочным оформлением не совпала. Сейчас мы эту рамку закрываем. Закрываем. И открываем новый файл, который у нас организовался в нашей папке. В нашей папке, где у нас были карты, организовалась папка «Фрейм». Видите? «Фрейм» К42-132 АБ4. Я ее открываю. И открываю «Фрейм». Вот у меня зарамочное оформление на нашу номенклатуру. На десятитысячный масштаб. Это, конечно, шаблон. На производстве устанавливают свои, все данные. Какой район, какая территория, какой масштаб. Это все задается по определенному масштабу и по определенным условиям. Вот так мы выполнили зарамочное оформление на десятитысячный масштаб. Закрываю. Открываю двадцатипятитысячную карту. Где она у нас была в папочке? Не во фрейме, а вот в новой папке. Не во фрейме. Вот. Здесь в новой папке у меня ищу, где двадцатипятитысячный масштаб. Двадцатипятитысячный масштаб. Вот она с расширением SXF. Вот видите? SXF. Вот она двадцатипятитысячная. А, B. Открываю. Классификатор тот же самый. Да. Выполнить. Все. Рамка открылась. Опять захожу в запуск приложений. Зарамочное оформление у меня уже тут активировано. Выполнить. Все. Выполнить. Да. Закрываю. Все. Выполнилась зарамочное оформление. Опять все это закрываю с экрана. Захожу в файл. Открыть. Открываю папку Frame. Вот видите? И тут организовалась папка двадцатипятитысячного масштаба. Я открываю Frame 25. Вот она у меня. Вот у меня открылась зарамочное оформление на мой двадцатипятитысячный лист. Ну, сюда надо еще можно и добавить. Организовывается два файла здесь. И Frame, и Shed. Вот в этой папочке. Frame мы открыли. А еще можно добавить и Shed. Так, сейчас. Frame. Так, вот она Shed. Вот это рамочка. Внутренняя рамка номенклатурного листа. Все, выполнили. Очень быстро, очень красиво и очень аккуратно. Открываем третью рамку. Пятидесятитысячного масштаба. Она у нас в новой папочке у меня. Ищу. Где она у меня здесь находится? Пятидесятитысячный масштаб. Вот. К-42-132-А. Она также с расширением SXF. Когда мы там ее сохраняли. Вот. SXF. Открываю. Классификатор тот же самый. Да. Все, открылось. Опять иду в запуск приложения. Зарамочное оформление выполнить. Выполнить. Очень быстро все это выполняется. Доли секунды. Видите, у каждого масштаба свое зарамочное оформление. Закрываю. Открываю. Открыть папочку фрейм, где организовывается зарамочное оформление. Вот этот лист. Пятидесятитысячный К-42-132-1 или А. Открываем фрейм. Вот. Видите? Зарамочное оформление уже совершенно другое. Километровая сетка совершенно другая. Потому что площади этих трапеций разные. Вот так вот выполняется создание моих рамок. И зарамочное оформление в производственных масштабах. На любом производстве.